Игорь, для начала обозначьте, какой бизнес вы представляете. Мы понимали, зрители наши понимали, о чем идет речь. Наша компания активно развивается на рынке по продаже охлажденного мяса и продуктов из мяса. У нас компания полного цикла производства и представлены мы достаточно крупной сетью фирменных магазинов. На данный момент их 60 штук у нас по Орловской, Тульской и в городе Москва. Насколько остро стоял у вас вопрос с наличными? Вопрос с наличными стоял достаточно остро. Поскольку на периферии, на данный момент в Орловской, в Тульской областях люди до сих пор еще используют в большей степени наличные деньги, наличные копились у нас в достаточном количестве. И мы приняли решение для себя, чтобы обезопасить наш бизнес, приняли решение поставить в наших магазинах АДМ. Вот у всех, кто пробует какие-то нововведения, вообще в целом возникает вопрос, как-то специально, технически вы к этому вопросу готовились? В том плане, что искали ли вы помещение или там долго ли выбирали место в обещании? Какие требования предъявлялись к тому, чтобы эту штуку у вас поставить? Мы провели трехстороннюю встречу с нашими партнерами, это с банком и с компанией, которая нам поставила это оборудование. Никаких там спецусловий сильно не требовалось, но мы выделили отдельное помещение, которое у нас имеется. Установили, пользуемся, спецсредств никаких не использовали. Сотрудники быстро поняли, как с этим работать? Да, их быстро обучили, ничего сложного они для себя там не увидели, как работать с обычным банкоматом. То есть не пришлось кого-то убеждать, как правило бывает при нововведениях для персонала, когда что-то меняется в их работе, не всегда люди принимают это прям на ура. Вот у вас как это приняли? У меня, как руководителя, это прошло на ура. Конечно, с некоторыми сотрудниками пришлось поговорить, но тем не менее, все равно все достаточно быстро у нас обучились. В чем вы для себя в первую очередь, помимо безопасности, видите преимущество онлайн-инкассации? Что это для вас дало? Это оптимизирует время наших сотрудников, они не отвлекаются на ежедневную инкассацию, когда приезжали обычные инкассаторы. Это оптимизировали мы риски по безопасности, потому что мы сдали деньги, они в режиме онлайн у нас зачислились на наш расчетный счет. И у нашего персонала уже не валит голова о том, что... А для вас не было принципиальным моментом, чтобы деньги появлялись на расчетном счету быстрее, чем, например, при обычной инкассации, что вы ими уже возможно как-то пользоваться, хотя они вроде как физически еще у вас в торговой точке лежат? Да, это был один из факторов, почему мы приняли решение поставить ADM. Потому что, ну, на самом деле зачисление идет там в течение пяти минут, и деньги мы видим практически сразу. Какие вы бы советы могли дать коллегам по бизнесу, по рынку, кто задумывается о том, чтобы переходить на вот эту систему? Быть может, какие доводы можно привести на совещаниях, вот вид скептикам, что это дорого, что это там нерентабельно? Как вы это видите для себя? Мы этот проект уже ведем четвертый год. В 2018 году мы поставили там первые терминалы, которые у нас работают. Тоже были мысли, что это будет дорого, но приняли это решение, потому что, к счастью, ритейл развивается, все движется вперед, и за ADM есть определенное будущее. Какие доводы можно привести руководству? Ну, в первое дело, это безопасность. Это деньги, как вы правильно заметили, находящиеся в нашем магазине, но уже зачисленные на расчетный счет нашей компании, хотя находятся еще у нас в ящике. По тому, что это дорого, но наш проект полностью окупился. Спасибо большое. И вам спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok